Чаты для знакомств, самодельный военный дрон, утечка личных данных. Об этом и не только в обзоре главных телеграм-каналов страны. С вами программа «Телеграм-тур» и я, Айгирим Бабиш. Касым Жомар Токаев побывал с государственным визитом в Азербайджане. Официальная церемония встречи прошла в резиденции Загульба. По итогам переговоров главы двух стран подписали 14 документов. Президент Казахстана также возложил цветы к могиле Гейдара Алиева. Личные данные казахстанцев оказались под угрозой. Уведомление об этом отправил МЦРИАП. Речь идет о личных данных клиентов микрофинансовой организации «Займер Киезет». Министерство посоветовало пострадавшим обратиться с заявлением в Комитет по информационной безопасности. Алматинцы сами создают группы для знакомств. Самодельный клуб представляет собой группу WhatsApp. Ель Киезет спросил у казахстанцев, где нужно искать пару. 16% ответили, что лучше это делать в Тиндере. 26% на работе. 13% предложили знакомиться в клубах. За знакомство на улице проголосовали 24%. 22% считает, что нужно делать это через фах. Наши боксеры завоевали 5 лицензий на Олимпиаду. Итого у Казахстана уже 7 квот. 6 из них достались мужской команде. Единственная боксерша Карина Ибрагимова представит нашу страну весовой категории до 57 кг. Солдаты-срочники Вактау создали наземного боевого дрона. Машину весом 10 кг назвали «Борыс». Дрон оснащен пулеметом с пультом управления и развивает скорость до 15 км в час. Создатели дрона, механики-водители Баталу Османов и Юсуф Парманкулов. На этом все. Подпишитесь на наш канал. Мы ценим каждого зрителя. Оставайтесь в CLKZ и до новых встреч!